Безгранично влюбленные в науку, ученые, первооткрыватели и исследователи. На сегодняшний день аспирантов в Хабаровском крае около 500, а еще 10 лет назад этих гениев было в два раза больше. Взрастить и удержать гениев, задача решения которой позволит развивать высокотехнологичное производство в Хабаровском крае. Сейчас в регионе 80 бюджетных мест для аспирантов. Ранее для того, чтобы стать кандидатом наук, нужно было платить в год от 150 до 250 тысяч рублей. Стипендия такие затраты не покрывает. Разработанный нами программой «Комплекс» позволяет, во-первых, удешевить стоимость трехмерной печати любых изделий, в принципе, из металла, из пластика, из фотополимера. И кроме того, что мы улучшаем качество самой печати и удешевляем ее, мы разработали программный продукт, который является аналогом зарубежных. Вот лишь единичный пример от аспиранта университета путей сообщений. Молодые ученые в шаге от совершенного 3D-принтера. Детали самолетов и других машин – это задача минимума, и она достигнута. А представьте, как если с помощью такого принтера, например, построить небоскреб или мост? Тот же Хабаровский край и Дальний Восток в целом имеет целый ряд приоритетных, амбициозных проектов, которые должны решаться. И решаться они должны, конечно же, с участием науки, с участием учебных подразделений. Так, поезд, который позволит добраться из Хабаровского в Владивосток, за три часа сегодня пока существует только в разговорах. Но когда есть на это политическая воля, а в правительстве края ставят такую задачу, и, соответственно, предполагается найти и финансирование, то это уже полдела. Задача вполне решимая. И это будет нашими руками? Точнее, вашим умом придумываем все? Ну, не моим точно. У нас в университете много ученых. Во-первых, надо построить путь, который будет выдерживать большие скорости. Для этого у нас есть ученые, которые работают в этом направлении. Также нужно построить, ну, либо использовать существующий подвижной состав, который будет работать при больших скоростях. Школьникам и профессорам в учебных заведениях края создаются условия для научных открытий. Недавно в ДВГУПС запустили лабораторию технологий интернета вещей с очень мощными компьютерами и другой современной техникой. Также можем работать как с обычной доской, делать записи, сохранять их, делиться с другими пользователями, в том числе и по интернету. В лаборатории технологии интернета вещей студенты и аспиранты будут создавать элементы умного дома. Умный холодильник, умный чайник, охранные системы тоже с интеллектом. Например, сенсоры распознавания переливания воды из ванны, которые сразу перекрывают кран. Получается, если ребенок начинает ворошиться, просыпается, приходит оповещение на телефон, я понимаю, сработал датчик вибрации, я могу подключить камеру, бэби-камеру, посмотреть, что он там делает, потому что просто перевернулся. Если я вижу, что ребенок проснулся, то, соответственно, с кухни или супруга сразу к нему приходит. А тех, кто опасается восстания машин, ученые успокаивают. Есть несколько законов робототехники, поэтому, по-моему, Айзеком Азимовым, сформулированный человек, это вершина эволюции, он будет владеть не только биологическими объектами, но и техническими своими творениями. В лабораторию ДВГУПС могут приходить студенты университета, а также и из других вузов края, и воплощать свои идеи. Дальше идет уже разграничение. Кто-то занимается электроникой, кто-то программированием, кто-то корпусным внешним видом. Это все проектируется на компьютерах. В век наукоемкого производства без ученых не обойтись. Хабаровский край нуждается в большем количестве умов. Финансовые потоки развернули на восток, а утечка мозгов по инерции продолжается на запад. Вот пример из фундаментальных исследований. Дальневосточные математики представили научному миру расчеты дифференциального уравнения. Обывателю может показаться, что это абсолютно бесполезная штука. Когда люди, понимающие в этом деле, они четко себе дают представление, что из этого вышли вопросы, связанные с кодированием, расшифровкой информации, передачей информации. Дополнительное бюджетное место позволит аспиранту сэкономить 750 тысяч рублей. Именно столько стоит три года обучения. В этом году таких мест в крае стало 80. Основную часть выделил федеральный центр, а 32 места за счет краевого бюджета. Все потому, что интеллект ученого искусственным не заменить. Субтитры создавал DimaTorzok